Друзья, всем привет! И вы на канале Fuse T. Меня зовут Fuse. Меня зовут Ти. Ты забыл свое имя. Да, бывает. Здорово, Ти, как дела? Давно не виделись с тобой. Что нового? Слушай, нормально, я сейчас отдыхаю на курорте. Что делаешь ты? Чем занят? Тоже берешь с собой салфетки так, на всякий случай, чтобы были. Слушай, во-первых, это мой контракт с чайной... Как-как-как-как-как-как? Я должен, скажешь, мой конек. Это контракт с чайной компанией, вот можете зачитать, да, это конфиденциальная информация, но я уже скоро увольняюсь. Ребят, всем привет! В общем, мы с Женей собрались здесь сегодня, чтобы, скажем так, отдать дань такому шоу, как Измены. Я его отдал Жене. Женя посмотрел за месяц почти все 190 выпусков. Вот, поэтому я подумал, что можно вспомнить, скажем так, освежить в памяти Петра. А что вспомнить? А, что? Былое. Не менее былое, но не более забытое. Вот, все верно. Ребята, вы перед просмотром должны знать одну важную теорему. Всего одна. Чайник засвистел. Давайте опять полетели куда-то. Есть не более, а есть не менее. Но никогда не забывайте, держите в голове то, что есть более-менее. Какая хуя? Чтобы вы понимали, мы уже дней шесть ходим и бесконечно обсуждаем не более и не менее. Вы сейчас не понимаете ничего, через полгода поймете, мы это уже знаем. Ильдар недавно мне задал пример. Что больше, не менее в шестой степени или не более в двадцатой? Напишите в комментариях, мы-то знаем ответ. И объясним его в конце ролика. Ребята, ждите концовки. Погнали. Измена. Без пяти минут муж. Это ритуально. Да? Так это мой канал. Ну, у меня же есть какие-то правки. Без пяти минут муж и без трех минут жена. Все верно. Мне кажется, самое ужасное, это начать подозревать любимого, будучи... Мне кажется... Употребление героина. Он такой, да, я согласен. У меня как раз муж ставился инъекциями в глаза, было не очень плохо. И Петя... А, ты сразу прям так, я понял? Правильно понимаю? Я понял. Я всегда так. И Петя такой, я до сих пор оставлюсь. Все нормально. Нет, знаешь, просто я такой думаю, сейчас медленно-медленно ждем по шуточке. Первая же пауза. Героиновая зависимость. Все в глаза. И он едет, и там все разрывается в клочья. Я только так это гарантирую. Мне вообще не просто неинтересно, что они говорят. Беременной и невестой. Казалось бы, положительных эмоций от подготовки к свадьбе, от ожидания... Бля, Татьяна, актриса просто невероятно от Бога. Казалось бы. А я иногда, знаешь что... Я сижу, смотрю, как они это все обсуждают и думаю, вот, неужели они на серьезных щах сидят? Я дрочу. Мне кажется, они ва***. Знаешь, что самое ху** вообще во всех этих выпусках? Когда я снимал, я не мог вообще никак запомнить, как их зовут. И я знаешь, как ты знал? Мне писали в комментариях. И Сергей. Да, это было два Сергея. Кипеть. А мне она запомнилась, потому что я же себе представлял Евгений Сладкоедов когда-то давно. Она Татьяна Виноградова. Я такой, Евгений Сладкоедов, Татьяна Виноградова. Это ее реальная фамилия, да? Виноградова. Ну, приятно познакомиться. Татьяна Виноградова, Эльдар смотрит вас уже всего лишь 6 лет. И только сейчас узнал, какая у вас фамилия. Правильно, фамилия произносится Виноградовна. Душа должно быть с избытком, но негативные носы не дают покоя. Это очень сказывается на самочувствии, поэтому к Насте мы едем домой. Изменять подло. Если ты изменяешь женщине... Давай вместе. Раз, два, три. Изменять подло. Если... Петя такой, знаешь, включился. Да, да, да. Просто знаешь, такой серьезный бизнесмен. Петя такой, ладно, я дам конструктивный комментарий. Поэтому подло. Которая собираешься жениться и которая носит от тебя ребенка, это верх подлости. Будем надеяться, что Настя ошибается. Тебя вообще не помню, что они говорили. Абсолютно не знаю, что время ждут. И, кстати, это вполне вероятно. Ведь девушки в положении, им свойственно накручивать себя. Они чувствуют себя более уязвимыми. Знаешь, разговаривают как Крит в женском теле, типа... Им надо накручивать себя и каждый раз, когда я... Потом, знаешь, я следующий комментарий. Я снова один в этом ламбо. Я люблю и не на... Блин, рыгнул шурмой, да? Ух ты, вкус. Тебе как? По нраву? Да, супер. Вот это, блин, меня радует. Спасибо. Мне тоже твои по нраву. Вот такие, типа, миксы в Турции играют все время. Я представляю, Петя такой говорит монтажеру. Я хочу, чтобы ты снял это, будто мы в клипе. Да, 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 да. И там просто... Видел как? Сначала они с одной стороны, потом хоп с другой. Они прям коллаждают. В лучших фильмах Тарантино он раньше так делал. Бля, прикольно очень. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, это Ирина. Это Татьяна. Очень приятно. Мы пришли сделать ремонт вашей квартиры. Ну ладно. Как эта программа называлась? Измены. Нет, квартирный вопрос. Ну, типа... Точно. Ирина и Татьяна, мы квартирный вопрос. То есть вот так вот, да? Так. Вообще х**, да? Я просто не знаю, что надо ответить. Ну, ты сказал кое. Я сказал все. Ты сказал, я сказал. Вот и все. Вот и реакция такая. Четыре реакции на канале. Кстати, знаете, почему мы так делаем? Не потому, что мы пережирали, и у нас есть излишний вес. Нет. Мы так делаем, потому что нужно высушить футболку, понимаете? Как вы себя чувствуете? Уже намного лучше. Я так рада, что вы приехали. Я упала с восьмого этажа, но уже получше. Типа, я убедилась. Да, он не изменяет, поэтому вы уже опоздали. Он там лежит с любовницей. Все норм. Идемте на кухню. Хорошо. Настя, ну рассказывайте, что у вас произошло? Мы с моим парнем Митей живем в гражданском браке уже полтора года. 18 лет. Мне 12. Поехали. Знакомились на концерте в Москве, и с тех пор все. На концерте Егора Крида, наверное? Нет. Закрутилась, завертелась. Сам он из Волжского, ему 28 лет, а приехал сюда, когда перевелся на третьем курсе в Москву. А приехал сюда, когда перевелся на турецкий. Поехали. Прикинь? Типа, просто был русский парень, потом такой перевелся, и просто туров такой, знаешь, Типа метр шестьдесят два. А так как я чуть-чуть поменьше по росту, мне пятьсот оставшийся. О, а кстати, вот у меня сейчас даже как-то полегче стало. Ну-ка, скажи вот честно, не обманывай аудиторию. Слушай, ну это хорошая ингаляция, во-первых. Эндокринолог, помнишь, что сказал? Да. Хочешь вырасти еще немного? Если хочешь себе небольшую гинькомастию, например, то можешь вот делать ингаляции, пить аромали газос и также переводиться на турецкий. Окончил здесь институт, работает он в компании по продажам спортивного питания. А недавно его... Такая музыка, что сейчас как будто должна начаться реклама по продаже спортивного питания. Это как спортмастер. Означили директором одного из офисов. А фотография, Настя, пока... Она такая, я отойду на две минуты. Ну конечно. Зрачить его. Мастурбировать буду. Писечку. Такое бывает. Нормальный газос. Я давно не снимал реакции уже. Что-то я приборщиваю иногда. Вы уже извините меня, ребята. Такой я парень. Не более. Но и не менее. Да так, более-менее. Настя, а вы сами чем занимаетесь? Я... Прошу обратить внимание, не знаю, замечал ты раньше или нет. У них раз через раз, типа, бывает, знаешь, фотку показывают, и они обе такие. Он симпатичный. Да, тут просто, вот, ну, типа, показывают. Так что, кстати, он реально турок какой-то. А он, походу, реально перевелся. Кстати, смартфон фирмы Хоррор. Они испугались с смартфона просто. И Женя умер во время реакции, и все. Ну да, показали фотку, и она такая. Так, ну и что там у вас, типа, похуй на него? Не знаю, зачем я это пояснил все. Аромали газос, блин. Скитолог по образованию. Это мое любимое, знаешь, типа, там, Петя в радиаторе, где ты сидишь. Кто вы? До беременности я работала в компании... Петя ва... Снесло крышу челу. Вау! По образованию он кто-то? Моего отца сейчас нахожусь дома. Тяжело проходит первый триместр. Токсикоз. И токсикоз, и тонус, и я даже на сохранении лежа. Она сидит такая, слушает серьезно это, что ты говори, такая... Сперматоксикоз. Такая, сперматоксикоз, я понимаю, это по-женски восточно. Врачи запретили мне работать и вообще чем-либо заниматься. Заниматься чем? Чем-либо. Я сказала врачу, что я играю в доту, он говорит, вообще ничего нельзя делать. Я запрещаю чем-либо заниматься. Да, это частая проблема, с которой сталкиваются девушки в 20 годах. Запрещают играть тяжелый триместр в доте. В общем, это то самое. Но Митя сказал, что он все понимает, он потерпит, это ведь все ради... Он потеет. Мы тоже его поддерживаем здесь. Ребенка. Ну, видите, как хорошо. Ну, тем более, я так понимаю, что у Мити сейчас хлопот достаточно. Есть куда дать энергию. Мы, как поняли из письма, вы готовитесь к свадьбе? Да, как только Митя узнал, что я беременна, он сделал мне предложение. Мы хотели сделать скромную свадьбу, но отец настоял на том, чтобы все было... Они хотели сделать скромную свадьбу. А отец на чем настоял? На тем, чтобы сделать еще скромнее. Отец говорит, мы сделаем не более скромную свадьбу, чем в прошлый раз. Она была не менее обширной, блядь. Не менее развязанной. Не более, блядь, пизда. Ты помнишь, да, что у тебя измены не более, а у меня измены не менее? Мы вчера лежали в бассейне. Ты знаешь, сколько комментариев? Я говорю, давай, типа, мы снимем мне выпуск на канал и назовем измены не более. А у меня будет измены не менее. Ты считаешь, я говорю, сколько сейчас комментариев, опять они шутят свои шутки? На высшем уровне. Я ведь его единственная дочь. И он хочет, чтобы эту свадьбу я запомнила на всю жизнь. Нашей семье его... Знаешь, типа, в Подмосковье, в районном доме культуры в итоге свадьба будет. Судьбы часто звучат, как приказы. Папы, они часто такие. Сейчас организации... Какие? Ну, такие развязные. Хотят все обширно. И папа каждый выходной в инферно. Надасте. Свадьбой занимается Митя. Кто-то из знакомых посоветовал ему, организаторам свадьбы, Анну. И с тех пор они так много времени стали проводить вместе. Часто созваниваются, обсуждают какие-то... Знаешь, его не было недели. Он такой, там обсуждали сам на свадьбу. Рестораны, лофты. Настя, они ведь действительно занимаются организацией свадьбы. Это не быстро и не просто. Да, но... Организацией жопы он занимается, мне кажется, на самом деле. Да. Изменяет. Козел. Год. Я, знаешь, типа, хотел бы хоть раз, чтобы был выпуск, знаешь, в котором, например, Петя просто там пришел, чтобы выяснить, кто изменщик, и просто сам. Да, да, да. Он когда заходит, да, да, да. Или, знаешь, типа, там, два Сергея, там, типа, знаешь, переспали с мужем. А я попросил найти выпуск, есть где-нибудь измена, немножко нетрадиционной ориентации, но что-то никто не скидывает. Я стала слышать имя Анны чаще, чем свое. А вы сами видели эту Анну? Знакомы с ней? Да. Я позвонила ей и... И поняла, что это моя сестра. Вот такая вот. Мама. А кто такая Анна? Это же наша сестра. А-а-а. Я такая, мама? Да. Это Анна. Сказала, что мне нужна помощь в выборе свадебного платья. Она приехала к нам с каталогами. Знаете, ты такая... Скаталог. Что же там может быть? Скаталог, это ты имеешь в виду слово такое есть. Скаталог, естественно. Скаталог. Что там продают? Скатов. Морских скатов. И некоторые логи для программистов. Эффектная незамужняя женщина лет сорока. Да на нее любой мужчина позарится. И мне кажется, он очень увлекся этой Анны. Кстати, хорошо, что слово позарится абсолютно все используют в речи. Кстати, не забудь сказать, что людей будут ждать в телеге-то после этого выпуска. Чтобы они в телеграм перешли не просто так. Они увидят через 10 минут. Вы уже догадываетесь, что там... Наверное, это будет первый не байт ни на одну секунду. Потому что посмотрите, перейдете и немножечко выпадете в осадок. Когда я стала проявлять инициативу в организации свадьбы, он отказал мне и даже грозился позвонить моему отцу. И это меня еще больше насторожило. Вдруг он мне изменяет с этой Анной. Она такая секси, а я сейчас не в самом лучшем виде. И вообще ни на что не кажусь, как женщина. Винограда такая, блядь, согласна, типа даже не знаю, что ей сказать. Да, ты вообще не поможешь. Реально выглядишь не очень. Страшненькая ты, честно говоря. Матенька, пожалуйста, успокойтесь. Она такая, знаешь, типа... В семье не без урода. Пожалуйста, успокойся, давай. Давай поборемся. Давай, орублюсь немножко и полюблю. А это такая... Не-не, лофит ровно, держи. Нет, это такая... Раз, два, три. Сейчас, привет, наш технический специалист Петр зафиксирует данный акт. Выпейте воды, налейте. Данный акт это называется, правильно? О, хорошо, что пота нет. Нет, 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 спасибо. Все нормально. Настя, скажите, еще есть что-то? Да, однажды... Я забыла достать анальную пробку. Это стоит там драгон такой, знаешь, типа 8 метров. Драгон Дилда. Вечером, когда мы уже ложились спать, она позвонила ему. Он вышел в другую комнату, а я стала послушивать. Он ей сказал... Го, пати. Он больше со мной не играет. Я, блядь, обожаю. Алло? Да, хорошо, я помолчу две минуты. Окей, спасибо. Чтобы она не звонила ему, что он сам ей будет звонить. Знаешь, в чем проблема? Если раньше... Потому что ты потеешь из полотенца. Нет, в какой-то момент, короче, я понял, что очень крутой прием, это когда ты что-то шутишь гипертрофированное. Я, даже если мне смешно, просто вот так вот сижу, а ты потом делаешь так, типа... И мне над этим смешнее в 10 раз, чем над любой шуткой. И я боюсь, как бы это не стало ритуалом. А потом он сказал... Анечка, ну ты же все понимаешь. Он назвал ее Анечка. Вау. Типа, я скажу так. Актрису они искали долго на эту роль. Отыгрывает она. И она точно не первая проходящая. Ты же не первая проходящая. Ес. Вы понимаете, Анечка, и вообще, почему она звонит нам ночью? Так, стоп. Вы же не хотите опять загреметь на сохранение? Вам совсем нельзя так заморяться. Мы во всем разберемся. Ааа... Но. Чего не п*****? У Пети там, знаешь, наушник просто он слушает музыку. Блин, такой там... Сёркал. Пока он чистил зубы, я залезла к нему в телефон. Я хотела посмотреть сообщение, но там все было удалено. Значит, ему... И там была одна вкладка. Он хотел заказать Саоми Сукас. Я увидела, что он заказал себе поесть. И взял очень много майонеза, и не поделился. Козёл. Есть что скрывать. Настя, пожалуйста, успокойтесь. Вы помните, да, что всё передаётся малышу? И вообще не надо. Всё передаётся половым путём. Всё верно. Спасибо. Делать преждевременные выводы. Моя подруга Тая мне тоже самое. Делать преждевременные роды. Не делаем преждевременные выборы. Голосуем только в срок. Это, знаешь, типа, если бы реакцию делали депутаты. Дождите, просто каждые две минуты. Ребята, голосовать надо. Можете, конечно, заранее зарегистрироваться, но лучше день в день. Она говорит, что я стала мнительная, и это всё из-за беременности. Но вы понимаете, я сердцем чувствую, что что-то не так. У неё туберкулёз. Почему? Не знаю. Как ты сделала вот это? Такие? Я чувствую постоянно запах... Пота, говна. И он приходит с работы и говорит, что веселее срать на стены. Я не понимаю, в чём его проблема. И всё время это говно и Анечка. Это говно и Анечка. Анечки на говно, что ли? Я не понимаю. Слушай, тебе надо назвать измены просто Анечка. Скобка. В говне. Кофе ты, Анны. Настя, а вы пытались с Митей поговорить об этом? Да. С Митей Фоминым. Я пытался поговорить, но он не понимает русский. Я же сказал, он перевёлся на турецкий. Он заглючил какой-то день и встал на турецкий. Я не знаю, как обратно поменять. Какой ужас. Как только я начала этот разговор, я стала плакать, растерялась. Тоже обосралась. Ладно, я скажу честно. Этот юмор, возможно, где-то за гранью, понимаешь. Возможно, Тимир ещё не готов к такому юмору, честно говоря. А он стал меня успокаивать, говорить, что это... Ты представляешь, человек включает, реакт. И мы просто, я говорю, не более, а ты не менее. И мы начинаем с тобой люто ржать. И вот что вот он испытывает в этот момент? Ну, я думаю, что он просто вот так сидит. Я думаю, ему от этого становится не менее интересно. Из-за беременности я отправилась на работу. Но я чувствую, что он ушёл не на работу. Настя, не накручивайте себя, пожалуйста. Мы обещаем вам, что во всём разберём. Настя там под столом уже скрутила ноги раз в 16. Давай, я за стулом. Я... О, возьми что-нибудь попить, пожалуйста, кстати. Кстати, мы как раз не выпили только что. По 0,5. Кстати, говорят, отлично. Отлично удаляет жажду. Спрайтером Олега Зос. Понимаю, но как можно выходить замуж за человека, чувствуя, что он тебе изменяет? Настя, мы поняли вашу ситуацию. Дрёшь, не чувствуешь и выходишь. В чём проблема? Мы так с Женей поженики. Обязательно вам поможем. Скажите, мы можем сейчас повесить камеру в квартире и осмотреть личные вещи Мити? Да, конечно. Нам сейчас поднимется Пётр, наш технический специалист. Он займётся камерами. Спасибо вам большое. Петь, мы ждём тебя. Петь уже с надрочным, знаешь, вы хуже. Вы это хотели? Нет, камеры повесь просто. Надеюсь, меня смотрят дети лет 11. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомьтесь, Настя, это Пётр, наш технический специалист. Я осмотрюсь, поставлю камеру. Да, конечно. А мы с Ириной осмотрим вещи. Настя, такой вопрос. А это ваша квартира, или вы смеетесь снимать? Петь ещё, знаешь, типа, берёт этот Blackmagic Урфу, вот такую. И просто, знаешь, на драковины ставит. И у них качество всегда 4К. Ну, это незаметно. Всё нормально. Всё нормально. Ещё обратил внимание, может быть, не обращал, как он, они надевают перчатки, начинают всё искать. А Пётр без перчаток делает всё то же самое. Я не понимаю, зачем перчатки только. Я просто раз представлю, как этот муж приходит такой, и тут кто-то рылся. Следственную группу сюда. Знаешь, там с ультрафиолетом уже приходит такой. Да, да, да. Так, это не мои перчатки точно. Ой, отпечатки, боже. Перчатки. У Митти своего жилья в Москве нет. Всё время он снимал квартиры. А это квартира моей бабушки. Но сейчас она живёт с родителями. Ей уход нужен. Вам самой уход нужен. Я надеюсь, у вас есть подруги, которые вас поддерживают. Ну, понимаете, о моих подозрениях родителям не расскажешь. Отец Митю сразу убьёт без... Слушай, а у этой девчонки сколько рост? Метр восемьдесят девять, да, в зелёном? Она на драфт в Нубаскура идёт. Я так понимаю, она нападающая, верно? Она пятый номер. Под кольцом. Выяснение обстоятельств. У меня есть лучшая подруга, Тая. Мы с ней ещё со школы. У меня есть подруга Тая, а у меня есть друг Баби. У меня есть подруга Тайка. А у меня есть друг Тайка. Тайга. Женя, нам бы, наверное, всё-таки почаще надо видосы завоцировать. Мне кажется, у нас есть некоторые проблемы с башкой, в первую очередь. Нет, нам тогда надо меньше общаться. Нет, это просто вообще... Я такого уже вообще давно не помню, что просто, знаешь, типа генератор хуй был включён, вот... Ну, просто, знаешь, зашкаливает. Она живёт в соседнем доме, она всегда меня поддерживает. Я почему-то признал, что ты малая живёт в шкафу. Знаешь, она такая мелкая, что она просто такая... Ладно, я спать. Она вышла, да. Я спать. Когда мне было плохо, она... Кстати, ребята, новая фишка на канале. Если я не знаю, что в конце сказать, будет просто на арабском. Будет шутка на арабском всегда, переводите потом сами. Сразу приехала, была рядом, вызывала мне скорую, собирала в больницу. Я очень рада, что она у меня есть. Ну, это замечательно. Я очень рада, что у меня есть скорая. Своя. Я, кстати, закончил университет по скорым предметам и открыла свою скорую. У меня есть скорая, я очень рад. Всё. Настя, скажите, а мне... Я всегда буду добивать эти истории на арабском. Ай, блин, я не могу. Не можно там вернуться? Прикинь, просто я ещё во время этого ролика начал кашлять кровью. Вообще не должен. Он только буквально недавно ушёл на арабском. А вы не могли бы там мне чашечку достать с верхней полки? У меня есть некоторые проблемы. Вот, но я могу ему позвонить. Давайте. Реально, у неё рост метр один. Ну, где-то так. Я не знаю. Но у неё... Она как хасбик примерно. У неё метр типа сорок девять, я думаю. Она как хасбик примерно. Понимаете, не забывайте, что... То есть абсолютно не обидятся все низкие девочки, когда будут смотреть это видео, как всегда. Знаешь, типа, обидятся все. Они на каблуках, в виноградово именеевое. Они высокие достаточно, мне кажется. Когда виноградово уходит, она реально как стрекоза пошла на расследование, куда-то полетела. Она высокая очень. Алло, малыш, привет. Привет. Как ты? Работаю. Вообще-то это ты, малыш. Он такой, да, Анечка. Всё, истерика была бы. Но она же звонит из хоррора, она не боится ничего. А, да нет, всё хорошо. Скоро пойду гулять. Вырвать зубы. Все решила. Я заколола в груди. Мне кажется, прямо всё моё естество говорит. Индар, пора было уже остановиться. Ай, блин. Давай конструктивные комментарии какие-то. Аккуратнее там, береги себя. Ну всё, всё, поняла. Давай, пока. Как я и говорила, он полностью в работе. Это хорошо, значит, у нас есть время. Шли пытаются найти. Всегда вот меня интересовало. Настя. Да. Скажите, а вы ведёте семейный бюджет с Митей? Да, с тех пор, как он узнал, что я беременна, он стал так экономить. Хочет, чтобы у малыша было всё самое лучшее. Ну, это похвально. Положу на место. Положу на место. Хочет, чтобы у малыша было всё самое лучшее. Настя, ну что ж, мы... Это я её спародировал, потому что очень плохая актриса, понял? Она, ну, типа, так переигрывает, что, типа, она такая вдохновлённая. И просто такая... А, бля, я сначала думал, всё уже. Вообще, какая-то конечная. Нет, это я, типа, пародировал, так понял? Ничего не нашли. Я с камерами закончил, одну на кухне поставил, одну в гостиную, и, соответственно, мы в коридоре. В спальне ставить не стал. Митя водит машину. Мы хотели купить её на деньги, которые нам подарят гости, но сейчас я... Ну, решили взять накопление на малыша, которое нам подарят гости. Я сомневаюсь, будет ли вообще эта свадьба. Давайте во всём разберёмся, а потом уже будем делать выводы, хорошо? Не гоняйте негативные мысли. Не гоняйте, пацаны, вы матерям ещё нужны. Водила чесует мой вайф, он начинает шашковать. Отвлекитесь, в конце концов, почитайте, посмотрите комедию. Как правильно? Повсори за ней точь-точь. Да посмотрите, если почитайте. Посмотрите, комедию. Да чё вы переживаете? Я не сомневаюсь, чтобы говорить, комедию. Да посмотрите, комедию. Мы начинаем наблюдение, как у нас будут какие-то... Мы начинаем... Мы начинаем... Мы начинаем мобилизацию. Мы начинаем шашковать. Пётр чувствует мой вайф, он начинает шашковать. Новости, мы сразу с вами свяжемся. Спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Они такие, знаешь, похлопали её по голове как мяса. И вбили её немного в пол. Такая ещё на два сантиметра ниже стала. Что мы имеем? Главное подозреваемое – организатор свадьбы Анна. Наша задача выяснить, связывает ли их с Митей только подготовка к свадьбе. Давайте поедем сейчас в офис к Мите, а по дороге ребят подготовят по этой компании полный отчёт. Ребят, сейчас вам название компании скину. Вы по дороге сделайте, пожалуйста, выгрузку. Тань, у меня для тебя кое-что есть. Подарок, шоколадка, сюрприз. Я спёрла у неё серёжки. Да, мы её обокрали. Фак. Ладно, где ты их взяла? А вот места надо знать. Боже мой, я думала, я их с кодами потеряла. А, класс. Спасибо тебе большое. Я их прямо сейчас надену. Девочки, не хочу вас прервать от такого важного дела, но мобильная группа прислала информацию по компании. Так. И у меня есть идея, как пробраться в офис. Я вынесу дверь на гору. Я просто сейчас пытаюсь понять. Вот режиссёр, наверное, сидел такой, так, слишком скучно, когда вы говорите только о конструктиве. Сделайте вид, как будто вы нашли чьи-то серёжки. И они просто разыгрывают сценку какую-то с серёжками. Ооо. Ну скажите только честно, я похож на директора фитнес-клуба? Для директора фитнес-клуба, на мой взгляд, надо немножечко подкачаться. Ну, значит, будем работать мозгами. Вот тут мы в тебя не сомневаемся, Петь. Здравствуйте. Ну, а директором фитнес-клуба не может быть, да, жирный чувак? Это вообще бред какой-то, конечно. Здрасте, здрасте. Это мои любимые, вот знаете, вот эти вот... Чел просто зашёл первый раз в жизни, видит кабинет, сразу определил место, куда поставить камеру. Там, естественно, 8 операторов, гаффер, звуковик. К этой камере прилагается, чтобы отлично был слышен звук, выставлен свет и, конечно, картинка 8К-видео. Здрасте, здрасте. Да. Здрасте. Пётр, я вам вчера писал, звонил, но чё-то пока ответа не было. Я директор с фитнес-клубом, мы здесь недалеко от Кады. Хорошо, что камера лежит просто на куски бумаги. Если кому-то понадобится бумага, камеры этой уже здесь не будет. Но они её не заметят. Ну, решил лично зайти. Мне нравится вот этот идеальный звук из микрофонов. Знаешь, обычно любые камеры на расстоянии именно так и пишут. Я уже всё, я уже на это даже не комментирую. А я просто не смотрел измены сколько, года полтора, наверное. Посмотреть в глаза людям, которые мне будут коммерческие предложения делать. Офис, скажем так, немноголюдный у Мити. У нас серьёзный фитнес-клуб. Мне нравится ещё вот это встраивание в монитор, картинки невероятное. Будет хорошая публика, состоятельность, нас интересует всё. Ребята, и самое главное, может, есть какой-то эксклюзив, тоже расскажите. Опять вошёл в раж. Выглядит очень убедительно. Да. Роман, сходи, пожалуйста, принеси. Хочется увидеть товар лицом. Конечно. Смотрите. Сейчас штангу 400 килограмм выносит. Вот это хотим вам продать. Вот так вот, да. Интересует, во-первых, по таможне. У вас, вы импортер? Да. То есть никаких посредников нет? Прекрасно, минус один в комнате. Да, хорошо. Слушайте, жарко прям. Я водички попью. Мне нравится, как он просто бесконечно что-либо говорит. Всё. Бейт, камера есть. Всё отлично. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Там, Роман, не заблудился? Я почти здесь. Да? Ну давайте мы вас ждём. У меня просто времени не очень много. Я говорю, знаешь, типа, вот хочу серию там, где Петя сидит такой, с кем-то разговаривает. Ему надо поставить камеру. И он такой, что это у вас тут? И знаешь, за ухом. Я такой, я не знаю. А куда не знаю, где я нахожусь? Петь, картинка за ухом есть. Все норм. И он, знаешь, типа там, Canon, блядь, какую-нибудь поставил. Вот такой вот игру. Mark 3. Ну это хорошо. Ригиналы, смотрите. Вот и образцы принесли. Вот сюда, пожалуйста, можете почту свою записать. Давайте, пожалуйста, оперативно сделаем. Коммерческое предложение с хорошими скидками. Вот. И начнем работать. Обязательно сделаем все в лучшем виде. Ага. Надеемся на днешнее сотрудничество. Ну все, тогда жду. Мужчины, приятно было вас видеть. Мы тоже заинтересованы в выгодном. Я надеюсь, все же премию хотят к концу года получить, да? Ну все, удачи. Все доброе. До свидания. Даже... Вот что он взял в руку, я не понял. У него ничего не было в руке. Это жалко этих ребят. Они тут думают, такой важный клиент нарисовался. Это табло. Может, это своя работа, а они, опять же, пусть... Это говно. Тренируются. Нам не показали... А что у него в руке было? Ничего, ты понял? Ну, то есть он просто поставил... Он сел в машину, у него ничего не было. То есть он что... У него какая-то была типа банка протеина изначально. Я не знаю. И все, потом я пропустил. Ну, он сел в машину, ничего нет. Он просто... Убрал в карман. Ну, Петя, ты молодец. Так убедительно врал. Даже я поверила. Получается, что в офисе, кроме Мити, еще только один парень. Да, и еще есть одно пустое место. Не знаю, может быть, сотрудник еще... Еще есть одно пустое место, Александр Семенович. Вадим. Ему никто не... Любой чел. Его никто не уважает. Можно поставить камеру, прям ему наебало. Вышел. Посмотрим. Привет. Приветик. Алинка. Сори за опоздание. Как нужно извиняться перед руководством? Сори за опоздашки. Ёперный театр, блин, была в пробочках. Так, смотрите, какая девушка зашла. И эта девушка явно не клиентка. Просто палашки? Если честно, маникюр решила зайти перед работой. Думаю, успею. Ты же не сердишься? Симпатичная коллега у Мити. На вид лет 30. Покажи их, учатому. А вы за... Покажи его реакцию. Спроси меня, какой там маникюр. Ну, что, покажешь, что там сделала. Я вот хвостом вот так, блин. Что сегодня у меня было, обручальное? Мне нравится, как ты подбежал ко мне. Я что-то не разглядел. Обручальное кольцо сейчас вообще ни о чем не говорит. Как показывает наша практика, оно ни от чего не защищает. Кстати, ребят, после реакта можете, например, выйти и просто полежать в бассейне. Либо поесть сегодня ужин в 7 часов. А, у вас нет бассейна? Вот это к чему? На что ты намекаешь? Просто типа наше преимущество назвал перед зрителями. А еще наше преимущество перед зрителями в том, что мы уже где-то 80 литров воды сами выделили, пока пишем интриакт. Женя просто сидит бесконечно, вытирается. Никому не мешает. Ну и какие мысли? Думаете, между Митей и Алиной что-то есть? Да, Ань, привет. Все хорошо, да, спасибо. По количеству гостей не знаю пока. Ага, все, договорились. Давай. А меня вот больше волнует разговор с Анной. Вы заметили, как Митя просиял, когда она ему позвонила? Все по свадьбе хлопочешь? Да, да. Вот с организатором общаюсь. Приятно работать с профессионалом. Да и красивой женщиной. Смотри, как бы тебе с ней свадебку-то не собирать. Смешно, смешно. Да. Мы ведь уже сыграли ее. А жена-то моя еще и не знает. Когда выйдет из шкафа, скажу ей. Анна прям огонь. Анна у нас огонь? Да, ребят, тут ничего не скажешь. Я же хочу видеть, что за Аня такая там огненная. Она водит на определенные мысли. Прикинь, она выходит и просто она там жонглирует факелами. Она просто огонь. Баба. Я так понимаю, рабочий день подошел к концу. Алина вон ушла уже. Ребята только собираются. Да, а Мите кто-то звонит. Да, Аня, алло. Привет. Я уже домой собираюсь. Уже сегодня, я думаю, не получится, к сожалению. Завтра, да, прекрасно. А, тот самый лофт, про который ты рассказывала, да? Класс. Ну все, отлично, давай. До завтра. Обнимаю. Как мило, они с ты Анной общаются. Смотри, они на ты. Обнимаю. Да, и заметно, что он с таким сожалению отказал его встрече. Надо бы за ним проследить. Ребят, мобильная группа, ведите Митю, мы будем неподалеку. Хорошо, Петь. Знаешь, у него просто под руки ведут в итоге домой. Пять Митя, только что домой зашел. Петь Митя. Петь Митя. Пять Митя и четыре Сергея. Да, принято. Привет. Настюш, слушай, ты как? Я была под диваном. Вот эту хуйню открывает комону. Да, 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 да. Ты говори, да, привет, любимый. Звонила? Вот она, я ее даже не заметил. Не, я увидел сразу. А я нет. Плоска, это, грустный был. Мне нравится, что я сижу, знаешь, видно, да? А, не видно руку, я сижу, как зэковский. Все это время. Вот так вот, да. Митя все-таки не соврал. Анна действительно приехал домой. Значит, это важнее, чем встреча с Анной. Как на работе дела? У Алины новый маникюр. Все остальное по-старому. И, похоже, искренне, раз он про Алину сказал, значит, тут все чисто. То, что зашел Петр, потенциальный клиент, который принесет много денег, это неважно. У Алины новый маникюр. Ну, как вот можно не делиться с женой? Ну, как вот можно не жениться на таком? Я не знаю тоже. Я бы уже женился в ту же секунду. Голодный? Так, я же тебе сказал. К плите не подходит. Я же тебе сказал, у Полины новый маникюр. Так что сделай мне ногти на обед. Какая ху... Она такая, о, хорошо, я как раз купила килограмм. Будешь. Лежишь, отдыхаешь, можешь прогуляться. Чтобы нас утопить окончательно, я должен бы сказать, типа, тебе с Гелиллаком? Или с Гелендвагеном? Все, нах... Все, хуже уже не будет. А я ничего не готовила. Молодец, правильно. Сейчас я себе грею. Все равно твоя еда уже не усралась. Меня Анечка готовит. В лофте. Хорошо, что сама все понимаешь. Я сварю и покушаю. Ты-то ела? Как бы канарик. Я себе сказал, полежи. Ты-то ела? Что-то не хочется. Я знаю, что я хочу поесть на самом деле. Так, я сейчас ругаться буду. Через силу, через не могу. Ради себя, ребенка. Только вопрос, а почему он не сказал Насте про завтрашнюю встречу с Анной? Ну, ведь врать поводов нету. Ну, если они действительно едут смотреть лофт для свадьбы. Может, не хочет просто заранее говорить? Как я понимаю, поиск места затянулся? В любом случае, нам надзавтра будет за ним проследить во время встречи с этой Аней. Предлагаю домой ехать. У них все-таки тихий семейный вечер намечается. Нам тут делать нечего. Ребята, объект на вас, мы уехали. Принято. Ребята, мы на месте. Где Митя? Митя только что зашел в лофтовый комплекс. Хорошо, спасибо. Ну, видимо... Сейчас мы наконец-то увидим кого. А, ну, огненок. Есть тот самый лофт, в котором он договорился встретиться с Аней. Пойду проверю. Я думаю, это до. Что вам надо? Извините, пожалуйста. Можно я тоже лофт посмотрю быстренько? Я вам не помешаю. Я молча. Мне просто очень мало времени. Мне надо бежать. Не возражаете? Пожалуйста. Ой, спасибо вам огромное. Пожалуйста, конечно. Вот та самая Анна. Варианты декора, которые у нас уже были, я вам скинула по почте. Вы посмотрите помещение, походите, погуляйте. Если что, позовете меня. Слушай, ну, Анна, это реально огонь. Ты находишь? Не могу сказать, что прям в моем вкусе, но мужчины обычно таких ведутся. Здесь хорошее освещение, а это очень важно. Для красивых фото. Это я сейчас, ну, это не шутка. Они реально смотрят вот этот вот, что это, лофт это называется. Такое ощущение, будто бы какой-то Виталий Сергеевич сдает зал свой. Знаешь, типа, типа, в соседней комнате у него спальня, он спит там. Да может, я здесь залив был. Да нормально, это лофт называется. Вы мне мешать не будете нормально. Да, все нормально. Я как раз буду, вторая смена у меня, отыграет свадьбу, я приду уже, все. Ой, подушки прикольные. Да, прикольный лофт. Супер, ага, с обоями. Да ладно тебе, я не выспался. Значит, тебе идет быть невыставшимся. Ты всегда на миллион выглядишь. Я не понимаю, это что, блядь. Знаешь, типа, не хватало, чтобы он зашел, такой, у тебя сегодня отлично трачит писюн. Он такой, да ладно, что ты. У меня утром был стояк, сейчас не стоит уже, все нормально. Она такая, ощущение такое, будто бы там просто камень. Блин, ну а ты вообще на сексиллярт, е-мое, блин, выглядишь, реально. Она такая, ну, не начинай, а я вот тебе отвечаю. Просто каждая форма блестит в моих глазах. Как же хочется взять и сорвать с тебя одежду. Ну, если хочется, в этом лофте можно закрыть дверь. Но так как я женат, то не рассказывай жене. Да. Я надеюсь, не рублей? Скажу честно, возможно, наши шутки не такие уж плохие. Такое чувство, что их связывает нечто большее, чем это дело. Или она со всеми старается так вежливо общаться, чтобы расположить к себе и развести на хорошие деньги. Возможно и так. Только Митя эту вежливость явно принимает за флирт. Вот, смотри-ка, уже комплимент пошли. Красиво, конечно, но они слишком немного пафоса, что ли. Колонны вот эти, это дворец какой-то. Я... А папа мой захотел, чтобы свадьба была с размахом. В комнате 10 на 6 метров. Вот такая. Блин, это же реально зал типа метров 28. Ну, типа да, вот как номер этот примерно. Ну ладно, ну ладно, полтора таких номера. Типа можете вот просто здесь собирать свадьбу. Норм, много гостей разместите. Ты знаешь, хоть помещение и небольшое, но здесь мы можем поставить стол для новопрачных. Здесь посадим. Ладно, слушай, ты профессионал, я тебе доверяю. Давай позовем. Девушка! Вроде общаются только по делу. Возможно, если бы они были наедине. Вроде общаются только по делу 5 секунд назад. Ты сегодня такой красивый. Да ладно, я не выспался, а ты вообще на миллион. А ты сегодня отбелил анус. Они бы общались иначе. Мы подумали. Просвечивай через брюки. Посвещаемся с моим клиентом. Хорошо, с вами сдачимся. До свидания. Счастливо. Спасибо. До свидания. Вот и закончили это общение, которое нам так много давало пищи для размышлений. Посмотрим, что дальше. Может быть, поедут куда-то? Класс, конечно, супер. А если будут какие-нибудь еще хорошие варианты, ты мне сообщи. Это через что они снимают. Вот так вот. Это они за что-то спрятались и типа снимают. Хорошо. Я стала понимать. Знаешь, ты взял детальку от Лего. Поднес такой. Ладно, вот так вот. Так они точно подумают, что я снимаю детальку Лего. То, что тебе нравится. Ты на работу? А тебе вообще как? Ну, отлично выглядит. Не, ну, я имею в виду, я рассматриваю только как профессионала, который поможет подобрать какой-то лофт. А я рассматриваю как женщину с тисками большими. Понял. Тебя подвезти? Да нет, спасибо. Ты дольше по дворам петлять будешь. Я пешком пройдусь. Был рад видеть. Мне там в Чертаново надо 82 километра по кругу. По дворам. Чисто. А тут недолго. 40 минут по дворам. Пока. Пока. Смотри-ка, отказался от предложения Анны. Значит, не очень ты и хотел остаться с ней наедине. Все равно, Петя, я бы ее со счетов не скидывала. Они ведь... Да блин, очевидно, что он с ней не спит, потому что это слишком просто. Всегда там, знаешь, какая-нибудь уборщица выпадет в конце. На 30-й минуте. Да. Когда они уже решили закончить наблюдение. Звонок. Да. О! Он вышел на связь. И там просто что-то другое вообще. Он насимпатизирует друг другу. И он на складе, знаешь, типа с протеином коллегу дерет. Ну, мужика это. Я понял. Это была бы моя мечта, если вот так будет. Ну, в том плане, что вау, круто. Честно говоря... Не-не, ты меня не так понял, дружище. Любовников как-то они не очень... Э, ставь паузу, когда я прошу. Я уже понял все. Не надо... Да нет, но этот выпуск бы тогда отличался от всех. Да, я понял. Похоже. Ну, либо они сдружились, ну... Ну, прикинь, я сижу, что это моя мечта была бы. Такой, моя мечта была бы оказаться на месте того мужика. Коллеги с протеином в руке вот так вот. Коллеги некие, коллеги кореги. Конвектор, корректор. За что ты меня уважаешь? За позитивные вибрации. Пупа-пупа. Ту-ту-ту-ту. Что там еще у нас? Ребят, почаще пишите это в директ. Это только начало их романа. Ладно, давайте посмотрим. Я все-таки очень надеюсь, что это не разобьется ни во что большее. Тогда поехали к офису Митю. Ребят, ведите Митю, сообщайте о всех его перемещениях. Кто сказал, тогда поехали косы иметь. Все нормально. Ребят, ведите Митю. Принято дело. Ему звонит кто-то, давай послушаем. Да, минуточку. Опять эта лазерная установка, знаешь, типа просто спутниковая антенна. Вообще она идеальный звук улавливает, если что. Да, малыш. Знаешь, тебе поощущает, как будто у него петличка синхеи. Вот здесь вот, да. Все прекрасно. Ты как? Как себя чувствуешь? Говорит он с Настей. Как всегда, ласков и заботлив. Только почему он не рассказал о встрече с Аней? Вот-вот. Мог бы и поделиться с невестой хорошей информацией о том, что он нашел новый лофт. Ты поела? Врешь? Мне всегда еще нравится, что других людей, которые рядом не слышно. Слышно? Только? Это узконаправленные. На определенном числе. А слышно кого? Как его зовут? Ну-ка. Опа. А сейчас я скажу. Артур? Я не помню. Сергей. Только что мы шутили. Ведите под ручки. А, Тимофей. Тихо. Тихо, ТВ. Сейчас, подожди. Ребята, блядь. Тихо, Тимофей и Артур. Это все настолько мимо. Подожди. Федя, Петя. Сейчас, Петя у нас есть. Петя. Петя. Я не знаю. Митя. А, Митя. Тамара. Митя точно. Бось, смотри на меня. Ладно, ладно, мне пора. Люблю тебя. Ну, может, хотя бы скажет, когда домой придет. Ну. Я, знаешь, почему-то прислал Петя. Диджейская остановка. Пульт на коленях. Да ладно, сейчас в виду. Сек. Или не говорит, потому что готовит сюрприз. Хотя не знаю, такое вообще бывает. То есть во время физической нагрузки возникает также много пупочных продуктов обмена веществ. Пупочных. Возникает много пупочных продуктов обмена веществ. Знаешь, типа выпиваешь протеины, 4 пупка появляются еще лишние. На руке. Не более. Да и не менее. Да, более-менее. Нет, не более 4, но не менее 5. Все верно. Что это он Алине там на ухо нашептывает? Алина симпатичная. И судя по тому, как она ведет себя с кол... Ну, не в моем вкусе, но я точно знаю, мужчины на такой ведутся. Тебе кто больше нравится? Минеева. Татьяна Минеевна или... Виноградовна Минеевна. А чем она тебя привлекает? Ну, она какая-то такая более женственная. Кстати, второй будет точно приятно, если посмотрите это видео. Ну, мне... Нет, просто я говорил всегда, Виноградовна и такое лицо, то, что вот я ее представляю реально в рекламе Гуччи, если серьезно лицо она сделает, вот что-то такое, Прада, Гуччи, но это не моя внешность, но она красивая, я понимаю, головой. Либо вафель Витьба белорусских, тоже я представляю ее в рекламе. Кого? Ну, Витьба. Вафли. Такие результаты. Естественно, да, печенье с лодочью у нас есть, тоже она подошла бы ее лицо к этой рекламе. Без комплекса. Не удивлюсь, если помимо комплексов у нее отсутствует также и мужчина. Ну что, когда свадьба-то? Процесс подготовки полным ходом идет. Кстати, что вам подарить? Коляску выбрали, так что если бы скинулись в она, было бы классно. Столько трат сейчас. У меня свадьба, роды. Вот этот лофт, который я, наверное, не потяну 25 тысяч. Поход в ресторан с Анной никак не вывожу. Так что, ребят, есть у кого-то скидочки на цветы, еще что-то? Буду благодарен. Митя очень экономный. Покинь ее, они подарят ему просто на свадьбу банку протеина. И цветы в протеине. Можно копить на что-то для себя. Да не, она тоже симпатичная. Я говорю, она симпатичная, просто реально не в моем вкусе. Но это не знаешь, типа, ты же не видел ее голой? А при чем тут голая, не голая? Я про лицо говорю в первую очередь. Лицо и фигура. Она очень худая, высокая, и вот это вот лицо такие с большими глазами. Ну, я говорю, она же скинет тебя в дирекцию, что-нибудь спускай. Она не скинет. Ты думаешь? У нее муж есть? Не знаю. Да, вроде да. Как зовут его? Сергей. О, хороший, мне нравится. Мы собирались покупать. Зачем тогда такая пышная свадьба? Мы с Настей по-тихому хотели... Расписаться? Ну. Но тесть настаивает, и ему не откажешь. Я не сказал бы, что он жадный. На Настю он не экономит, но мне, в принципе, кажется, что все в семью, все в дом. Вот это завизировать надо будет. Угу. И договор я тебе по почте отправлю сейчас. Угу. Да, Настюш, привет. На работе. А вам не кажется, что Настя очень часто звонит Митя? Похоже на проверку. Звонить-то она явно без повода. Мне тут коллеги, знаешь, ссылки накидали разные. Так что я в свободное время разные прибамбасы для малыша смотрю. Я после работы задержусь еще, мне тут надо будет документы разобрать. На неделю. Нет, нет, недолго. Я тебя очень люблю. Посмотрите, как он с ней ласково и мило разговаривает. Несмотря на то, что работа у него по горлу, он не пытается и быстрее закончить разговор. Будем надеяться, что это не показуха для коллег. Все, до завтра. Давай, пока-пока. Митя с Алиной остались одни. Слушай, ну, вся надежда только на тебя. Ты меня пугаешь. О, он к ней подсаживается. Надеюсь, это не то, чем я думаю? Я хочу Насте на свадьбу красивое нижнее белье подарить. Мог бы я на тебе примерить его, малая. Я вижу на тебе сейчас какой-то красивый нижний белье. Пакеш? Может быть, его и подарю. Я посмотрел какие-то там варианты для беременных. Я как-то особо не разбираюсь. Да я вообще понял, что беременный меня не привлекает, а ты вот такая. А ты еще пока не беременная, но это временная. Попробуем. Можешь заказать мне? Конечно, какие проблемы. С тебя кофе. Ну что, выдохнули? Нормальный он парень. Только застенчивый. Вот уж не думала, что... Можешь заказать? Деньги отдам потом. Как-нибудь, после свадьбы. Подари подарок на свадьбу. Белье для беременных. Дай ее, подари. Тебе постесняется жене белье покупать? Молодец. Татьяна Минеевна очень легко, знаешь, типа, удовлетворить. Молодец. Да, хорошим поступком. Типа, знаешь, купила жене пирожок с капустой. Молодец. Ладно. Пойду я тоже домой. Ты собираешься? Не, мне надо еще полчасика работать. Ну, давай. Давай, пока. Спасибо. Действительно сидит работает. Я думаю, мы можем сворачиваться, если что-то произойдет. Люблю вот эту ее мимику. Действительно сидит работает. Я думаю, что любой мужчина в этом мире точно не держит. Мы можем сворачиваться. И в ковер завернулись, и выкатились куда-то. Реклама ковров на ТВ-3. Вот мобильная группа нам сообщена. Мобильная группа, введите Митю, мы уехали. Принято. Петя, прием. Сразу после ухода Алины Митя получил смс-ку, засобирался куда-то. Мы подумали, что... Прикинь, прособирался. Знаешь, типа там просто координаты с закладкой. И Витя побежал. Самой, но он зашел в соседний дом, а ты... За лопатой. Что-то выкопать. Не более. И не менее. Номер пять. Проследить в какую? О, я придумал. Ну, готов? Да. За что я тебя уважаю? За не более. А ты меня за что? За не менее. А вместе мы за что уважаем друг друга? За более-менее. Как говорится, я придумал. Да, поняли вас. Скиньте метку, мы сейчас подъедем. Принято дело. Странно, он же... Скиньте метку. Петя, блядь. Пал дома быть. А на бюро... Чёрная метка. Та-та... Песня такая. Я ей спрошу, может, она знает, кто там живёт? Алло, Настя, здравствуйте, это Ирина. Нет. Нет, Настя, ничего не случилось. Просто хотели уточнить... Мужу оторвало ноги. А вы не знаете, кто вот по вашей улице... Мы случайно вот переехали на пешеходном переходе. Извините. Слежка закончена. До свидания. Оплата на Сбер. Теперь он точно вам не изменяет. Мы переехали, и мужчина. Петя выстрелит с дробью, кайба в голову, он больше не смеет. Ладно. В этом доме живёт. Ну, какие-то знакомые, может? Ах... Всё, я поняла, поняла. Спасибо вам. Спасибо, да. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Ну, хорошо, да, хорошо. До свидания. Спасибо. Ребят, в пятом доме, в 46-й квартире, живёт её лучшая подруга Тая, которая... Она живёт тоже в шкафу. Лучшая подруга Тая. Это кто? Это Бали. Вот теперь, наконец-то, мы поймали коннект в шутках. До этого его абсолютно не было. Рассказывала. А Митя должен к ней зайти, забрать пирог, который Тая приготовила для Насти. Собственно, Настя сама его... А где она его приготовила, этот пирог? В шкафу. Почему? А почему Тая живёт в шкафу? У неё все подруги маленькие такие. Ты думаешь, они вообще там... Я понял, ладно. Просила к ней забежать. Значит, ложная тревога. Я там, знаешь, типа, Тая 209. Это номер телефона, я... Записывайте. 2-09-340. Так, дальше. Всё. 2-09. Это мой номер. Звоните в Тай. Он прямой. Без пересадок. Слушай, я даже не знаю, сколько тут будет просмотров, если честно. 11-209 будет просмотров. Блядь. Надеюсь, хотя бы 20 тысяч просмотров. Прямой. Без пересадок номер. А если полноценный номер, знаешь, как он звучит? Плюс 209. Всё. Так, вот такой плюс. У Тайки что не пирог, то шедевр. А у Балики обычный. Надо будет рецепт спросить. Да, вкусно. Но твой пирог с сыром, это... Всё. И не говорим ничего. Давай дальше. Просто что-то божественное. Какая милая пара. Так и не скажешь, что у них может быть разлад. Согласна. Очень хочется верить, что у Митя всё-таки... У них может быть расклад по ссылке в описании. Могу бесплатно даже сделать. Пишите. Верен Насте. Он по телефону всегда ласковый. Он денежки экономит. Хочет подарок купить. В свободное время на работе всегда в интернете ищет детские товары. Сейчас пройдёт таксикоз. Буду каждый день тебя вкусняшками баловать. Это всё не ва... Что он сказал? Сейчас будет таксикласс. Сейчас пройдёт таксикоз. Буду тебя каждый день вкусняшками баловать. Главное сейчас. За здоровье. За здоровье нашего ребёнка. Давай выпьем водки. За здоровье нашего ребёнка. Как он такой... Всё. Я Канечке. Пожалуйста, я побежал. Я бы, конечно, не была так уверена. Потому что многие мужчины вообще не считают измены интрижку до свадьбы. Отсюда всякие дурадские истории на мальчишниках. Да и плюс начинают изменять после. Из-за ощущения потери свободы. Очень надеюсь, что это... Из-за ощущения потери свободы. Из-за ощущения потери свободы. Он знает, что вообще интрижка до каждой машины... Эта история не про Метю. Смотрите, звонит карту. Послушаю. Летающую тарелку, блядь, каждый раз берёт. Знаешь, я бы на их месте в следующий раз просто, знаешь, для того, чтобы какое-то разнообразие внести. Я уверен, что зрители даже особо не заметят. Взял бы какую-нибудь, знаешь, типа просто обычную тарелку из магазина. Сделал бы там дырку и вставил бы туда морковку. Просто такой типа... Так вот, я не понимаю, почему нельзя было, чтобы всегда какой-то человек из мобильной группы просто вставал рядом с кем-нибудь диктофоном. Было бы соединение чуть похуже. И было бы очень реалистично. Зачем? Это слишком запарно. О, очень запарно. Да, алло. Привет, Аня. Слушай, у меня... Зато не запарно снимать, как они просто, знаешь, типа едут с точки А в точку Б. С шести разных камер, с семнадцати квадрокоптеров и пятнадцати... Я думаю, они там, знаешь, типа все в одном районе делают, поэтому... Вставал такой на работе, времени вообще нет. У тебя все хорошо? Я вообще не верю, что он может изменять. Ну ладно, смотри, за полчаса до работы подойдет. Прикинь, он изменяет с Петей, и Петя за ним следит, чтобы узнать, с кем-то, может быть, он еще... С бабкой вот этой. Где встреть? Петя начинает просто так стрелять. В небо так. Ну что ж, снова звонит Анне. Вчера было видно, что у них чисто деловые отношения, хотя с налетом небольшого флирта. Посмотрим, где они встречаются. Хотя с налетом, потому что они не взяли с собой в поездку. Все вами, сука. Я вам говорю, что между ними все не так просто. Ну ладно, поедем за ним, все узнаем. Знаешь, типа с небольшим налетом, но маленький магазинчик в районе города. В масках на лед, понял. А тебе знаешь, что скажу? Мы стоим друг друга. Четыре с половиной копейки. Ребят, ведите объект. Мы подъехали. Где сейчас Митя? Он зашел в парк. Надо бы за ним проследить. Тебя он видел в офисе и в локте. Мне кажется, у нас без варианта. Давай сумку. Ребят, Таню подстрахуйте. Так, смотри, он к какой-то девушке подошел. Привет, Ань, что ты хотела? Привет, я так рада видеть тебя. Все в порядке, Витя? Ты слышал, Петь? Эту девушку тоже зовут Аня. А не слишком ли много встреч с разными Аннами у человека, который вот-вот собирается жениться? Я выход... Только две. Ну да, не так уж и много. Не более двух у него было. И не менее. Двух. Хотела с тобой поговорить, для меня это очень важно. Опять идеальный звук просто откуда угодно. Понял ли, поехали. Только, пожалуйста, не перебивай. Хорошо. Я... Мне нравится, как за ними эта стрекоза летит. Знаешь, мне кажется, просто вот если бы они пришли в парк аттракционов, сели вот спереди... Да-да-да-да-да-да, был бы... И она за ними пошла, и они разговаривали во время поездки вот на американских горках, звук был бы просто идеальный. Расскажи ребятам для интерактивчика, как мы с тобой прокатились на синей горке, и что я испытывал. Какой интерактивчик? Ну, чтобы что-то вот турецкое рассказать. Мы смотрим «Измены», мы не можем отклоняться от сюжета, Женя. Нельзя рассказывать. Людям интересно смотреть «Измены», не слушать твою историю о том, как ты покатался. А, я понял, почему нельзя, это же все будет. Далее. А-а-а. Блин, все, давай, ну, лучше дальше. Совершила ошибку, я это признаю, но мы же можем с тобой все вернуть. Мы же можем с тобой все вернуть. Что вернуть? Аня, сколько раз это уже обсуждали? Нет? Ну, очевидно, что между ними что-то было, но Митя сейчас не хочет никакого продолжения. Я надеюсь, что это... Она знаешь, типа, что хочет вернуть? У них бигстары были в КСе, а сейчас у меня калаша. И они перестали играть вместе, и все сливают. Да, да, да. И она такая, мы можем все вернуть? Я не могу на калаша. Нет, мы не соберем уже эту пати никогда. Было до Насти, и сейчас Митя просто сжигает все мосты. Столько времени прошло, я уже постарался забыть. И калории по своим Mi Band 3. У него Гармин. Да все. Так мы же созданы с тобой друг для друга. Я люблю тебя. Ань, я же сказал, много ли... Я люблю тебя! Ань, я же сказал. Прошло. Я тебя больше не люблю. Ты сама виновата, что так произошло. Я так понимаю, что это Аня, его бывшая подружка. Нашла себе парня? Нет. Нет, 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 нет. Точно нет. Странное предположение. Это будущий парень его. Круче. Я уже это все пережил и переварил. Зла на тебя не держу, честно. Смотри, она его сама бросила, а теперь просится назад. У меня свадьба на носу. У меня Настя. Я ее люблю. Пожалуйста, давай сейчас ко мне поедем. Ребенок, ребенок. Вообще, я ждал твой комментарий про свадьбу на носу. А, реально я прослушал, а что ты с своим задумался? Я представлял, как я езжу в Элэду Флэдженси на этой, на горке. И как я пытаюсь подслушать кого-нибудь. Это никакой у меня идеальный звук. Аня, я говорю нет. Ну как же, ну Митя. Аня. Я люблю тебя. Честно говоря, больше похоже на какой-то дешевый спектакль. Я понимаю, тебя бросил муж. Я готов тебя поддержать. Дружеское плечо, если что, пиши. Но... Кстати, звук хуже не становится, отходя. Отношения? Нет, Аня. Все, извини, больше не надо. Я люблю тебя. Не надо, пожалуйста, больше не надо. Все, хватит. Ты права, плакать она перестала ровно в тот момент, когда они расстались. Если честно, у нее какое-то странное поведение. Она ведь знает, что он почти женат, и они ждут ребенка с Настей. Ребят, следуйте за Митей, мы дождемся Танью, и скоро к вам подъедем. Да, хорошо. Слушайте, ну правда, есть такие женщины, так и рыбы прилипалые, которым, чтобы жить, обязательно нужен хоть какой-нибудь мужчина. Ну, теперь хотя бы понятно, что вот эти частые разговоры с Анной, скорее всего, были именно с этой Анной. Как вы думаете, нужно об этой встрече рассказывать Насте? Я считаю, что не стоит. Ну, мы поняли, что Митя в отношениях с бывшей никак не заинтересован, а давать Насте лишний повод переживать в ее положении не стоит. Я вот все про Митю думаю. Ну, вот как-то не похож он на изменщика. Работа, дом, работа, все. Даже после встречи с Анной он не соврал, и действительно поехал в офис. Разговоры все тоже только про работу. Уже даже я почти уверена, что нет у него никакой любовницы. Петь, прием. Петь, прием. Да, мне нравится в ту же секунду, знаешь, типа. Петь, прием. Он только что вставил Ваню. Да, типа. Артур тр**кается на площади. Как его зовут? Тимофей. Митя, точно, все. Артур! Я не запоминаю. Я помню только Петю, и все. Отъехали перекусить. Митя куда-то выдвинулся. Сейчас пошел Митя выдвигаться. У него есть выдвижной между ног. И он выдвинулся. Ладно, выдвинулся. Когда новое видео по битбоксу? Когда 15 тысяч лайков будет. Стаганская краснопреценская линия. Следите тогда за ним и киньте на метку, мы подъедем. Хорошо. Кафе? Очень интересно. Что-то мне подсказывает, что он не просто пообедать сюда приехал. Да. Например, что еще можно сделать в кафе? Реально, что? Это на то, что это кафе. Вы знаешь, Митя просто захотел жрать. За ним выдвинулась мобильная группа. Петр, Минеева, Сладкоедова. И они такие, он точно не просто так похавать сюда приехал. Сладкоедова. С полчаса езды от его офиса. Ребят, мы подъехали. Где сейчас Митя? Я был в кафе, мы ведем съемку, готов скинуть картину. Знаешь, просто самый дешевый бизнес-ланч от Чертанова отъехал, чтобы на коляску сэкономить больше. И на лофт. Потому что себе отказывать в удовольствии не надо. Но лофт огромный. Мы, кстати, хотели с Эльдаром снять палатку в Турции, но почему-то выбор лег на отель. Но решили сэкономить, взяли Хилтон. Да, давайте, принимаем. Я тут подобрала разное меню и скейтинга. Я вам, Настя, отправлюсь на почту, а вы как раз ознакомитесь с этим. Это где-то Анна? Они же только вчера встречались. Может, у него или у нее появились какие-то новые идеи по поводу свадьбы? И вот, посмотри, как раз фото ведущих. Это мой любимчик. Он у меня семь свадеб отработал. Да, а этот человек-оркестр. Правда, он... Это человек-конвектор. А это человек-винчестер. Стоит просто двустволка приходит. Говорит, если будет какая-то драка, человек-винчестер разберется. Все нормально. Какой цену завышает, но приятный. Вообще видно, что это Анна прям как-то с душой подходит к своей работе и старается посоветовать Мите все самое лучшее. Да, только Митя такое чувство, что ее не слушает, а о чем-то своем думает. Хочется верить, что его мысли не связаны с бывшей девушкой. Конечно, не хотелось бы. Митя, а вот и тот... Извини. Что? Он из себя ушел. Берет ноги и прямо в грудь. Не, нам нельзя не снимать ролики вообще никогда больше. Я тебе так скажу, все. На этом все. Ребята, ставьте лайк за последний реактор. Наша карьерная лестница закончилась. Спасибо. С тобой было реально весело. С тобой тоже, но люди не понимают. Это ты хуйни вообще. Замотался уже этой свадьбе, не знаю. Дом, работа, приходится в интернете смотреть. Замотался уже этой свадьбе. Типа, знаешь, он неделю снимает обзор на четыре свадьбы. Он, знаешь, типа, дом, работа. В интернете приходится смотреть во все тяжкие. Часто. Я хотел на Нетфликсе, а Нетфликс запретили. Приходится смотреть наш Дерес. Приходится смотреть на Дерес. Я хотел сказать Зетфликс. Я ребенка, знаешь, прибамбаса кинет. На свадьбу я... Блин, ты реально паник. Ну, свадьба, это такое же радостное событие. Как правильно разговаривать? Ну, свадьба! Блин, ну что ты, ты паник. Ведь свадьба! Да, да, да. А ты как на кадрке. Да, конечно. Как на каторге. Ну? Помнишь, что я тебе сказал на днях, когда ты их искал? Да, да. Это вы увидите у меня во влоге. Ну, Настя еще и... Какое-то последнее время другая стала. Что-то нервничает и... Мне кажется, она телефон не проверяла. Раньше такого не было. А что, есть повод? Да нет, я ее люблю. Она это знает. Но... Но повод есть. В последнее время даже не хочу дома появляться. Она как будто давит на меня. Не, я понимаю, это беременность, да? Может влиять на гормоны, да? Что там... Ну, не готова к ребенку. А может быть, это просто гормонь повлияла на его отношение с Настей? Ты не думал? Прикинь, он приходит домой, а там... Гармонь. Гармонь, мой любимый. Я вот тут, знаешь, помнишь, передачи, где по деревням уже с гармошкой ездил? Четыре гармошки. Это новое шоу на пятницу. Я смотрел, да. Знаешь, они будут ко всему поддобавлять цифру четыре. И такие, типа, запускаем новое шоу, будет бомба. Четыре дачи. Сто просмотров за год. Шоу про грузчиков. Четыре пачки. Да, да, да. Еще и родственники, эти отец ее давят, чтобы свадьба была на высшем уровне. Слишком высокий даже, я бы сказал. Мало выговориться некому, Настю он жалеет. Вот она кипела. Рассказал все Ане, она умная, взрослая женщина. Все он понимает, Настю бережет, не срывается на нее. По большому счету, молодец. В такой ситуации он еще неплохо держится. А вы так сами с Настей какую свадьбу хотите? Отец ее хочет, меня это все напрягает. Еще ей приходится, знаешь, в бюджет укладываться, который он там обозначил. Ну, послушай, в бюджет я вам помогу уложиться. А вот если что-то делать, то нужно обязательно по душе, что... Работа в кровать уложиться, поможешь мне ты. Еще раз хорошо подумайте. Если ты захочешь отказаться от моих услуг, то компенсацию я у тебя не возьму. Ой, ну Анна прям заслуживает уважения. Отнеслась с пониманием к ситуации. Да, но Митю и правда жалко. Крутится, как белка в колесе. В финансовых тисках тестя еще и под Настевыми подозрениями. Нелегко будет ему с Настей это обсуждать. В финансовых тисках тестя. И еще под Настевыми подозрениями. Вот все, что она сказала. Дать. Хотя она сама говорила, что ей это все не по душе, так не хочет отца расстраивать. Спасибо тебе большое за то, что ты такая понимающая, мудрая женщина. Да, я так и сделаю. Я поговорю с Настей. Скажем тебе ответ. Ты домой? Куда тебя подвезти? Да, я сам. Мобильная группа, ведите объект. Да, блядь. Этот совет был реально мудрый. Просто поговорить с женой. А он сам до этого просто молчал все это время. Да, она что-то говорит, его все это бесит. Он такой, надо было, чтобы это мне Аня посоветовала. У него в голове там, знаешь, было только одно. Что бы моя жена ела? Все. Настюш, я хотел с тобой поговорить. Так, не нервничай. Что случилось? Я встречался с Анной. Скажи, ты уверена, что нам нужна такая пышная свадьба? Я не понимаю, к чему ты ведешь. Столько денег на это. Это же хочет твой отец. Я не думаю, что нам это прям нужно так. Ну, он хочет сделать, как лучше для нас. Я бы на месте Насти его поддержала. Мне кажется, это будет правильно. Я не понимаю, ты хочешь обменить свадьбу? Нет, конечно. Я просто хочу сделать ее скромнее. Без этих тысяч родственников со всего бывшего союза. Наши друзья и родители. Я тебя так сильно люблю. Я тебя люблю. Я поговорю с Сом. Мне кажется, он меня послушает. Хорошо, что Настя согласилась с Митей. И я очень надеюсь, что и папа пойдет навстречу молодым. Ты только не нервничай, если он начнет давить. Это наша свадьба. Я не хочу ни у кого идти на поводу. А деньги? Подаренный отцом, если он все-таки согласится. Потратим в аквапарке. Потратим на Лэдов Лендженс. Мы как раз потратим на ребенка, на машину. Так будет лучше. На Netflix наконец-то оплатим. О, идеальный получается Митя. Жанна. Мне даже скучно как-то неинтересно. Пришел, поговорил, да. Но где-то должен... С какой минуты? Что-то еще будет. Через минуту буквально будет. Так, подожди, мобильная группа кое-что зафиксировала. Он типа, не знаю, педофиг. Трахает голубей. Да-да-да, что-то должно случиться. Она столько времени потратила. Она понимает нашу ситуацию и не будет брать компенсацию. А может, нам вообще пора прекращать слежку? Согласен. Давайте на сегодня закончим, а завтра встретимся с Настей и спросим ее об этом. Правильно. Утром и вечером мудренее. А вот эта музыка такая уже неспроста, ребята. А сейчас кое-что... Один в один получилось. Насте можно больше не переживать по поводу Митя. Мы утром созванивались с ней. Такое ощущение, что она... Да, мобильная группа. Петр, повернись налево, дай он там голубей просто так-то прет в парке. Говорилась и ее окончательно отпустила. Она созвонилась с отцом и, к ее удивлению, он пошел им с Митей навстречу по поводу свадьбы. Мудрый мужчина все понял и принял правильное решение. Ну и, конечно, больше всего Настю обрадовало то, что Митя сразу позвонил Анне и отказался от ее услуг. Ну а что будем делать с наблюдением? Настя попросила понаблюдать за Митей еще несколько дней. Давайте спишем это на гормоны и понаблюдаем. Да. Типа, все нормально, все хорошо, все супер. Наблюдайте до конца жизни за ним, мне все равно. Только договоримся, два дня не больше, у нас ведь и другие дела. Два дня не более и не менее трех дней. Во. Петь, прием. Митя сейчас с какой-то девушкой у магазина рядом со своим домом. Лови. Его рука у нее в трусах. Лови картинку. Я в трусах. Я прямо там, я в центре событий, тут много сыра. Я положил поупро ей в трусы. Ловите картинку. Да, кидайте. Так. Ой, Митя, как хорошо, что тебя встретила. А тогда я не подумала, как я вас все это потащила. Я просто, знаешь, как всегда, просто какая-то рандомная женщина, которой вообще не было. Очень интересно. А, это подруга Тайка. Тайга. Понял? Тайга, все, я понял. Ну, там очевидно. Знает кто. Ну, может, просто знакомая девушка и решил помочь сумке донести. Ну, что? Тайя, теперь папа пора проспяться. Ну, не надо так трагично. Это же подруга Настя, Тайя. Она как раз в том доме живет. Блин, я буду скучать по тебе. Мне было очень хорошо с тобой. Ты, наверное, самая сексуальная женщина, которую я встречал. Ну, конечно, Тайга, ты слышал треки там по миллиарду просмотров. У-у-у-у. Ту-ду-ту-ду. У-у-у-у. Ту-ду-ту-ду. Е-е-е-е. Ту-ду-ту-ду. Е-е-е-е. Завторские забанят. Перестрелай. Ту-ду-ду-ду. Ту-ту-ду. Ту-ту-ду. Смембро бри-бри-бри-бро бри-бри-бро. Смембро бри-бри-бро. Нет, нас забанят. Авторские кинут. Ну, после свадьбы, извини. Обалдеть. Вы это тоже слышите? Нет. Тоже слышат. Мама. Ты меня еще хочешь? Конечно. Ты как... Ты не хочешь? Конечно. Наркотик. Ты как наркотик. Я про другую песню. Ты вообще не в теме, Женя, Боже. Почему? Кринж. Давай, удачи тебе. Почему? Пора завязывать. Мы настолько были уверены, что Митя верен Насте, а тут... Получается, он все это время изменял ей с ее же лучшей подругой. Это поэтому эта тая столько пекла, чтобы он за этим заходил? Поможешь мне сумки донести и на прощание устроим. Ну, похоже, прощальный секс все-таки будет. Эта тая просто скотина последняя. Эта тварь. Ребят, продолжайте наблюдение. Вау, жестко. Внимайте коптер, пятый этаж, 46. Я все жду, когда, знаешь, поднимут в воздух какой-нибудь Су-182, какой-нибудь, знаешь, танкер, блядь, просто корабль. Чтобы его точно не было видно. Квартира, как поняли? Да, принято. Хорошо, что квадрокоптер, когда рядом с окном летает, вообще не слышно, что он жужжит. Ага. Просто поверить не могу, какой он оказался двуличным. Да, ребят, такого сюрприза я не ожидала, честно. Да, ведь мы... Так, а по сути, что он сделал плохого? Так ничего и не было плохого. Он так же помогает жене, так же любит ее. И он сказал Тае, что все, теперь свадьба. Да, конечно. Ну и еще из-за чего его осуждать? Типа после свадьбы он уже все, женатый человек и хорошо себя ведет. Я не понимаю, в чем измены, и что. Переспал и переспал, бог с ним. Как только позвонили Насте, обнадежили ее. Даже не знаю. Вы в курсе, да, что для мужчин секс это... Ничего не значит. А вот если девушка изменяет, то это уже очень плохо. Фу, это для меня вообще... Показывает ли ей сейчас реакцию, может быть, совершенно непредсказуема. Но с другой стороны, это наша работа, и мы не можем скрывать от нее эту... Мне просто понравилось очень сильно то я. Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Тут ты права, звони. Алло, Настя, здравствуйте, а мы можем с вами встретиться, поговорить? Что-то случилось? Ой, вас так плохо слышно. Алло, Алло, Настя. А у меня в шкафу плохая связь. Я в фольге. Я в духовке запекаю все. Бля, я не знаю, зачем я это говорю. Просто какой-то, блядь, набор бреда. Нормально, зато смешно. Ну смотри, у тебя все выпуски, там, конструктив, шутки, все тебя смотрят. Ну вот пусть иногда раз, в чайхане посидим. Мы через полчаса будем у вас. Спуститесь, пожалуйста, к нам. Она просто начала задавать вопросы и... ну вы поняли. Мобильная группа, как только Митя выйдет с подъезда, сразу сообщит. Собирайте спир моего. Принято. Это я в такт музыки так влазил. Просто дурдом, я уже вообще... Здравствуйте. Здравствуйте. Я не понимаю, к чему такая срочность? Что-то случилось? Да. Они не могли, вот, например, подождать, да, чтобы она родила ребенка, чтобы у нее не было стресса, и потом рассказать. Ну, кстати, да, вот тут согласен. Такой бред, если че. Вообще зачем? К сожалению, случилось. Скрывать от вас мы не имеем права. Это... Он любит горох. Мы видели его в магазине. Четыре банки бандюэля. Бандюэля! Я не знаю. Он такой, он же клялся мне, что никогда не будет есть горох. После него такие газы. То, о чем я подумала? К сожалению, да. У нас есть доказательства. Что он любит оливье. Да, загляните в его рюкзак, он открывает там бандюэль, и она начинает реветь. Мы же договаривались, что мы будем есть только дядю Ваню. О-о-о, суши хорошие. Вы готовы посмотреть? Да. Мне нравится, как мы с тобой до конца оттягиваем, чтобы кола не закончилась. Смотрите. С розочками, блядься. Как я говорю, типа, вы готовы посмотреть? На пора прощаться. Ну, не надо так трагично. Тая? Ну, и что? Ну, да, они общаются с Митей, но она же моя лучшая подруга. Прикинь, ты как? Ну, и что? То, что он спит с Тая, я знаю. И что? Мне это не важно. Это моя лучшая подруга. Что с Анечкой там? Да. Друга. Да, Настя, смотрите дальше. Поможешь мне сумки донести? И на прощание устроим кекс? Может быть, они о чем-то другом? Настя, к сожалению. Да, они про запекание кекса. Все верно. Не более и не менее, чем запекание. Не более, чем готовка и не менее, чем запекание. Вот. Есть и видеоизмены тоже. Если вы хотите... И получается не более-менее нормальный кекс. Конечно, мы вам покажем, но я бы не рекомендовала. Да, да, я хочу. Вот это видео. Тая и Митя. Это два моих самых близких человека. Вот этот вот трек известный. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Я не понимаю, как они так? Актриса просто, я не знаю, от бога. Я ведь почти успокоилась, поверила ему. И он каждый день говорил, что он меня любит. Каждый день. Настя. Так он мог любить. Конечно. Так он и любил. Ну, просто иногда развлекался. Боже, в чем проблема? Ну и что? Захотел? Занялся сексом. Что он тебя бросил? Как это мешает семье? Да, он экономит. Он ребенка не отказывается. Все нормально. Тем более, он разорвал уже с ней отношения. В чем твоя проблема? Вы не были женаты. Да, это раз, второй. Если ты уйдешь, кому ты нужна будешь. Кольца на его пальце не было. Все. Он может там, не знаю, хоть 20 женщин в день трахать. Не важно это. После свадьбы, да, конечно, уже есть вопрос. Да и то. Главное, чтобы за семьей следил. Настенька, пожалуйста, успокоиться. Я думаю, достаточно для видео. Она готовила мне пироги. А сама ждала, пока он придет. К ней домой и просто будь. Прикинь, кто-то рандомно попал на ролик, вообще этот, смотрит до этого момента, такая, ставит на паузу, и комментарий типа. То, что вы говорили в конце, это настолько неприемлемо, вы просто не с ютуба. Да ее, блядь. И засмеялась. Да, растерись. Уродина, я хочу просто ее убить. Возьмите воды. Убейте ей. Возьмите воды, это сирма. Она с санистым калием. А деньги за воду. В смысле? Свадьбе готовить. За воду по производству воды. У нас ребенок скоро будет. Неужели для него страсть превыше всего? Нет, он же расстался с ней, боже. Сколько уже можно повторять? То есть многие мужчины вообще не считают, что секс на стороне до штампа в паспорте, это измена. И вероятно... До штангенциркуля. Измена. Как только он приобретает себе его, там уже немного другие правила игры начинаются. Все измеряется в точности до микромета. Митя как раз оказался в стаке. Они должны за это ответить. Хорошо, Настя. В ближайшие дни, я думаю, мы... И они такие, мы отвечаем. Все, все, конец. Все было. Думаем, как лучше всего это сделать. Настя, но только от вас потребуется невероятная сила воли для того, чтобы все раньше времени не высказать Митей. Я не знаю, но я постараюсь. Может быть, вы пока поживете у родителей? Нет, к родителям я сейчас точно не поеду. У меня нет родителей. Они живут в тумбочке. Они там уже давно уехали на отдых. Я их переросла еще в 16-м. Если отец узнает, он его сразу убьет. Самое главное, сейчас он не видится с Митей. У меня хватит денег, чтобы снять номер в отеле. Давайте на 8. 2200 рублей. Отель сейчас и отвезем. Да, мне нужно только будет забежать домой, забрать паспорт. Бог с ним. Вези ее в Four Seasons, Петр. Все на руку. У нее как раз хватит точно. Когда у меня как раз 120 тысяч на два дня. Да, приняли. Тогда как раз успеет. Ребята будут ждать вас у подъезда. Спасибо. Поехали по дороге, обсудим детали. Ребята, подъезда заберите, пожалуйста. Вот у меня есть такая деталька, короче, от Леголэнда. Очень прикольная. Также от комплекта Лего один дома. И вот здесь вот от Звездных войн у меня есть вуки. Тоже детальки. Мы обсудили их. Настя, отвезите в отель. Принято. Наверное, в Тревор-блогинг уйду. Там не надо шутить. Реально, может прекратим уже? Давай просто до конца молча досмотрим. Мне кажется, людям уже все. Знаешь, типа, я уже вижу комментарии. Я пришла сюда смотреть видео с серьезными комментариями Ильдара на измены. Да, как мы всегда были, кстати, на изменах. Я похожа на ведущую вечеринку? Ну, конечно. Ты у нас всегда звезда. В смысле, это все свадьба, типа? Да. Ребята, я так рада, что Митя согласился на эту идею. А у него был выбор. После того, как Настя ему предложила сделать вместо мальчишника и девичника общую подготовительную вечеринку, он уже был как в капкане и не мог отказать. Да, к тому же согласился на то, чтобы Настя сама все организовала. Но про оператора он же поверил, что их действительно будет снимать оператор, чья работа будет дипломной. Да, это моя любимая история. Да, это тоже моя такая интересная история. Это совершенно из другого разряда. Ничел сидит, просто там рейтинг набивает. Нина Михайловна, Борис Сергеевич, поздравляю вас с таким радостным событием. Митя, Настя, такая красивая пара. Таечка, я так рада, ты не представляешь. Мы так счастливы, да? А я так внука жду. Надеюсь, пацан родится. Я тоже. От тебя, Тая. А я так внука жду. С минуты на минуту должен прийти. За вас очень рада. Ой, да ладно, не важно, кто родится. Тая, посмотри на нее. Какая мерзкая, фальшивая улыбка. Еще с родителями Настя обнимается. Поздравляет их со свадьбой дочери. Уважаемые гости, я надеюсь, что у вас прекрасное настроение, потому что сейчас у нас будет... Кстати, свадьба жесткая, реально. Прям вот с размахом. Это какая-то подготовка, наверное, я не знаю, или что. Самый главный конкурс для наших молодых. Анастасия Дмитрия. Я приглашаю вас пройти ко мне сюда и присесть на стульчике. С упора Ирина не узнает. Ты знаешь, мне тоже было интересно узнает, нет, но это еще раз показывает, что он полностью в своей тайчике. Вопрос. Кто угадает, что же это за аппарат-то такой, а? Детектор лжи. Дмитрий и Анастасия будут отвечать на вопросы, и мы узнаем, кто из них лучше подготовлен к семейной жизни. Вам надо будет отвечать коротко. Либо да, либо нет. Готовы узнать правду друг о друге? Да. Ну, я думаю, что гостям тоже будет интересно. Вы будете все видеть на... Вопросы в итоге пропустили через них по 6 тысяч вольт. Все, конец. Крайний. Ну что же, начинаем. Дима, скажите, каждый ли 8 марта вы дарили Насте цветы? Да, конечно. Даже не по одному пакету. Детектор молчит. Значит, это правда. Первый правильный ответ. Ну что ж, Настенька, следующий вопрос для вас. Скажите, а рассказ... Прикольно, знаешь, запятая, что детектор лжи не всегда четко может показывать, врет ли человек или не врет. На самом деле это бред силой кобылы. Вот такие вот у нас сегодня обороты. Идеи причастные. И причастные к чему-либо. Не более причастные, чем к депричастному более обороту. Пожалуйста, нажми уже. Назвали ли вы своему жениху о своей самой первой любви? Да. Детектор снова молчит. И это тоже правда. Один-один. Дима, скажите, а делали ли вы предложение руки и сердца кому-нибудь до Насти? Нет. И снова детектор молчит. Ребята, ну тут просто правда за правдой. Поздравляю вас. Настя, следующий вопрос вам. Скажите, а изменяли ли вы когда-нибудь своему жениху? Нет. Конечно нет. Я, ну, правда, мне... Я вообще не вывожу эту игру. Ну, типа... Нет. Конечно нет. Нет. Ну что же это такое? И это опять правда. На самом деле это дорогого стоит. Но согласитесь, ведь верность – это такая редкость в нашей... Ведь верность – это сестра таланта. Премия. Димочка, вам надо это ценить. А Тая с Митей, смотри, даже виду не подает. Не смотрят друг на друга. Тоже у меня конспираторы. Не. Дима, следующий вопрос для вас. А вы изменяли когда-нибудь Насте? Здесь реклама, ребята. Четыре минуты сидим. Давайте так, скажем честно, ребята, без сарказма. Вот эти банны, полотенца уедут и в Грузию, и в Минск. Потому что что делаем мы в бесплатных отелях? Конечно же, мы обруем полотенце. Все, что нашли, то наше. Все, что не нашли – ваших. А я, кстати, так на контроле и пройду. Я возьму, наверное, сделаю вот так, чтобы было незаметно. Ладно, давай досмотрим уже. Поехали. А вы изменяли когда-нибудь Насте? Нет. Мне кажется, здесь просто кто-то лжет. А давайте в этом разберемся. Дима, скажите, а ваша любовница находится сегодня здесь? Здесь, среди гостей? Это, конечно, очень весело, ребят. Прикол затянулся уже. Да, это действительно весело. А сейчас внимание на экран. Любовница Дмитрия. Кто у нас? А ее имя? Таисия! Что? Что за бред вообще? Дмитрий, а вы что скажете? Постанова где там лицом ее даже не видно. Да что вы говорите? Тай, а вы себя узнаете? Там вот вы как раз крупным планом. Это неправда. Это... Настя, я не знаю, откуда они взяли эту информацию. Это бред. Да, то есть вы хотите сказать, что видео смонтированное, да, специально? Да я тебя убьющий. Так, 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 спокойно. Слушай, ну вы сейчас задушили. Да, пошли спереди. Так. Борис Михайлович, подождите. Подождите. Мужчины, давай. Успокоимся. Боря, Боря, Боря. Боря, сейчас мы все обнимаем. Добрый вечер, уважаемый... Добрый вечер! Мы реалити-измена. Позвольте, я расскажу вам, что здесь происходит. Мы реалити-измена, и к нам обратилась Настя, потому что начала подозревать своего с позволения сказать жениха. Как сказать? С позволения сказать. С позволения, вот так надо говорить. Верности. Мы за вами установили наблюдение и узнали много интересного. Только вот свадебную традицию спать с лучшей подругой невесты мы как-то нигде найти не можем. Это вы сами придумали? Таечка, вы там как, а? Можешь мне ничего не объяснять? Мы уже все видели на экране. Какой же ты все-таки подолок. Ах ты, м***ь! Отмануть все-таки мою дочь, да? Я жалею обо всем, что было между нами. Ребята, это рогалик. Я сделал. Смотрите. Вильдар, 30 лет, сделал рогалик. Я тоже сделал рогалик. Женя, сиди вместе. Давай. Не, я думаю, с нами весело. Я думаю, тоже с нами весело, но вот с актерами в изменах есть огромные проблемы, правда. То есть, типа, нет бы взять Джорджа Клуни, например. Кейт Беккенсель. Кейт Беккенсберг. Она из Бирбанка. Из Бирбанка работала, выголилась сейчас, как раз сериал снимается. Я оставлю ребенка, но ты его никогда не увидишь. Да это секс просто. Несколько раз было, я тебя любил всегда. О чем ты говоришь? Когда ты мою лучшую подругу, ты не думал обо мне? Я боялся к тебе прикоснуться. Она сама вообще бы не приставала. А ты, Таечка, ты просто мразь. Я желаю тебе от всего сердца, чтобы у тебя было все самое худшее. Чтобы ты была одна на всю оставшуюся жизнь. А ты, тварь, еще раз я тебя увижу рядом с Настей. Убью! Я тебе кислород перекрою. Ты свое спортивное питание в Задричинске будешь продавать. Чтобы духу не было тебя в нашей квартире. Пойдем, мне плохо уже отсюда. Пойдем. Кстати, когда ты узнаешь, да, про измену своего человека, то лучше собрать реально всех и устроить какое-то шоу, чтобы всем стало плохо, было много агрессии, они как-то спокойно сказать, ну и все, на этом разойтись. То есть, ну, лучше вот так вот, и как бы, чтобы жене беременной было похуже. Как говорится, и вам, и нам. Да, супер. Ну, это же шоу, поэтому... Монатки свои заберешь на помойке, понял? Настя, быстро в машину. Поехали домой. Да, пап, я сейчас приду. Пойдемте умоемся, Настя. Слушай, они втроем полностью голые принимают душ. Спасибо вам большое. Как зовут мужа? Филипп. Ну, реально. Тихон. Нет. Я не помню, сейчас вспомню. Тимофей Мозгов. Подожди, сейчас. Как этот? Билли? Нет. Билли Харингтон. Билли, ты изменял ее за это время? Стави! Сейчас, подожди, реально. Да, Билли, Билли, Билли. Нет, не Билли. Это Билли. Нет, подожди, я вспоминаю эту песню. Назови измены Билли. Я вспоминаю эту песню. Все будет хорошо, та-та-та-та-та-та, куда бы ты не шел, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, но будь самим собой, все будет хорошо. И сегодня у нас в комнате Билли. Вот как его зовут, я забыл. Топ. Тоша? Топлес. Антон? Митя. Митя, блядь, точно, такое имя тупое. Ой, простите, все Митя, кто смотрят. Ну, я его запомнить просто не могу, не могу, не могу. Мне нравится, такое имя тупое, вы простите, все, кто смотрят, Митя. Билли. Я не знаю, мне Билли в голову пришел, в общем-то. Могли открыть мне глаза, а то я... Сейчас для вас самое главное это здоровье. И эмоциональное, и физическое. И не комплектовать сильно с Билли, потому что он все-таки отец вашего. Да, так и будет. Настя, скажите, вы к родителям переберетесь, наверное, да? Вам же сейчас одно оставаться. Я почему-то, знаешь, когда слышу слово «переберетесь», знаешь, типа гора такая, и она прям... Не надо. Да, теперь, когда все все знают, там мне будет намного лучше все это пережить. Конечно. Вас проводить, Настя? Нет, нет, я сама пойду к родителям, спасибо. Через окно. Как-то мерзковато на душе. Да, согласна. Как много пришлось заплатить за похоть не только Мите, но и Насте. Но и Билли. Обычный парень Билли из Москвы, продающий протеин. Более не менее, хороший парень. Это прическа твоя новая. Она называется Владикавказ. Кавказ. Там близко допилились оттуда. Все, это рекордный ряк наш. Надеюсь, что Настя в родительском доме станет легче, они все-таки ее поддержат. Но я уверена, что история Митти и Насте не закончилась. Не закончилась. Билли снял квартиру и всячески помогает Насте. Но пока Настя не может его простить. Билли умоляет дать ребенку его фамилию. И имя. А какая фамилия у Билли? Харрингтон. Дать фамилию и позволить общаться после рождения. С Таей никто из них не общался. Не общается. Не общается. Произведено Лега Ленд в сотрудничестве с Sony Pictures Televisions. Televisions. Ребята, что думаете? Прав был Билли или не прав? Пишите об этом в комментариях. Об этом. Принимайте обет без врача по ссылке в описании. Пишите об этом везде, во всех социал сетях. Сошел медиас используем как нужно. По назначению все верно. Ребята, мы желаем вам хороших выходных, хороших праздников, а также будние дни, которые никогда никому не мешали. А наоборот, даже улучшали кровообращение. Работайте, развивайтесь и покупайте Кэмл Крепкий. И помните. И помните. Не более, не менее. Обилие. Обили менее. Обили менее. Ребята, покупайте Бульмени. А прикинь, знаешь, типа вскроется, что это все, что мы говорим, это нативная интеграция. Кэмл Крепкий. Спрайтер Амали Газос. Кока-Кола. И Бульмени. Бульмени. Дудка на 6000 чак. И реклама Хилтона. И Фор Сизонса. И Фор Сизонса. И Билли Харингтона. О, спасибо за просмотр, ребята. Как еще раз спасибо за просмотр, ребята. Ой, фу. Да, прикольно было. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Давай тогда встретимся завтра. Следующий коллап через 8 месяцев. Там будет все еще хуже. Мы, знаешь, уже не будем говорить. Я паузу ставлю и такой. Билли, пока. Субтитры сделал DimaTorzok